Светлана Лойченко Архангельская область, нам здесь жить или почему уезжает молодежь? И широта этой темы и важность обусловила такое достаточно большое представительство наших гостей, это специалисты и как мы видим молодежь среди этих специалистов. Но сейчас я предоставлю слово своей коллеге, редактору канала ФС Тамаре Статиковой, которая представит гостей и обозначит детали темы дискуссии. Спасибо, Светлана Николаевна. Действительно, тема актуальная, большая и мы сегодня пригласили для нашего дискуссионного разговора тех, от кого так или иначе зависит решение вот этих проблем. Я, с вашего позволения, представляю наших гостей. Это Ольга Константиновна Виткова, депутат Архангельского областного собрания депутатов, заместитель председателя комитета Архангельского областного собрания депутатов по образованию и науке. Юрий Сергеевич Марич, начальник отдела по делам молодежи мэрии Архангельска. Артем Вахрушев, руководитель федеральной программы «Ты предприниматель» в Архангельской области. Евгений Дирягин, сопредседатель молодежного правительства Архангельской области. Восков Николай Николаевич, директор Архангельского филиала, судоремонтный завод «Красная кузница», центра судостроения «Звездочка». Светлана Васильевна Гречухина, ведущий консультант отдела трудоустройства и специальных программ Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области. Алексей Павлович Горбатов, директор Лесотехнического колледжа императора Петра I Северного Арктического федерального университета. Уважаемые наши участники, мы благодарим вас, что вы принимаете участие в нашем разговоре. А начнем мы, как водится, с сухих цифр. Мы сейчас посмотрим график о числе прибывших, выбывших в иммиграционном приросте или убыли населения в октябре 2015 года. Внимание на экран. Итак, мы видим, что только в октябре 2015 года из Архангельской области уехало около тысячи человек. И главный вопрос нашего большого собрания. В чем, по-вашему, причина того, что по данным Архангельстата регион ежегодно в результате миграционных процессов теряет около 7 тысяч человек? И что же должна делать федеральная, областная, местная власть, чтобы хоть как-то приостановить, или же замедлить, или решить эту проблему отток молодежи из Архангельской области? У меня, наверное, первый вопрос будет к областным законодателям Ольге Константиновне. Какие же меры поддержки молодежи предпринимает областная власть, чтобы остановить этот процесс? Размышляя о причинах того, почему уезжает молодежь, я понимаю, в этих цифрах ведь не только молодежь. Те, что мы видели на экране, это, наверное, все. Да, но большинство все-таки молодежь. Почему уезжает молодежь? Ну, наверное, прежде всего, это причина, тем более данной октября, это молодежь, которая поступила учиться в другие регионы, в другие города. И то, что наша молодежь хочет учиться в столичных вузах, это, наверное, и правильно. Потому что, когда как не в молодые годы, попробовать себя, попробовать себя как в поиске карьеры, каких-то перспектив, наверное, это и интересно. Но, в общем и целом, мы ведь и знаем о том, что много молодежи возвращается после окончания вузов, возвращается в нашу область, возвращается домой, чтобы работать. И вот задача-то законодателей, наверное, прежде всего, обеспечить такие условия, чтобы наша молодежь, уже став специалистами, молодыми специалистами, в регион возвращалась и оставалось жить и работать. Конечно, для этого. Я, наверное, прежде всего буду говорить об образовании, потому что эта отрасль мне ближе, и я более компетентна в цифрах и тех фактах, которые есть. Вот если говорить об образовании, то анализ этого года показал, что порядка 15,5% молодых учителей от общего количества у нас сейчас работает в школах. Это достаточно хорошая цифра. И я думаю, что именно приток молодых учителей в школы, он связан с тем, что с 2012 года особые меры соцподдержки для молодых учителей у нас реализуются. Прежде всего, это выплата в сумме 100 тысяч рублей молодому специалисту, который в первые три года после окончания вуза пришел работать в образовательную организацию. Будь то школа, детский сад, детский дом, такая выплата существует. Это ведь, в принципе, неплохая поддержка. Есть и другие виды поддержки. Это когда молодой педагог получает компенсацию первого взноса по ипотечному кредиту. Есть программы строительства или приобретения жилья для молодой семьи. Есть и меры, наверное, больше морального стимулирования, поднятия престижа профессии, когда проводятся конкурсы. Конкурсы «Учитель года», конкурс «Молодой учитель года», когда объявляются гранты губернатора Архангельской области, когда наши педагоги участвуют в федеральных программах конкурсных. Ведь очень серьезная там сумма поддержки за победу в этом конкурсе. До 200 тысяч рублей федеральные вот эти деньги выплачиваются. И плюс еще у нас областные конкурсы тоже подразумевают материальное стимулирование педагогов. И молодые учителя активно в этих конкурсах участвуют. Есть система наставничества. То есть все аспекты, которые можно реализовать для того, чтобы нашу молодежь привлечь, работать в наши образовательные учреждения, они, наверное, есть и работают. В системе здравоохранения успешно работает программа целевого набора. Причем и Министерство здравоохранения Архангельской области, и Северный медицинский университет как-то очень комплексно подходят к этой задаче. И то, что они делают по целевому набору, это, наверное, примеры для других отраслей, потому что вот это сопровождение молодого человека, который решил стать врачом или фельдшером, оно начинается с момента, когда человек захотел поступить, стать медиком, захотел учиться на медика. Сопровождение выражается не только в материальной поддержке. Это большая помощь в организации, в практике, когда медицинское учреждение, заинтересованное в том, чтобы к ним пришел работать молодой врач, начиная прямо с первого курса, курирует своего будущего специалиста. И это тоже работает. Программа «Земский доктор» – миллион рублей. Программа, которую планируется запустить с 2016 года, «Земский фельдшер». То есть те меры, которые могли бы быть, мне кажется, у нас в области есть, работают, и появляются новые меры поддержки молодежи, которая хочет жить и работать в Архангельской области. Ну, я думаю, что у нас еще Ольга Константиновна тоже дополнит в ходе разговора какие-то аспекты, что касается именно областного законодательства. У нас еще представитель областных структур. Вот давайте мы говорим, что же скажут у нас молодежь Архангельской области. Ее представляет Евгений Дерягин, молодежное правительство Архангельской области. Вы как принимаете участие в решении этих проблем, чтобы молодежь не уезжала? Ну, на самом деле, надо говорить о том, что молодежное правительство Архангельской области действительно умного молодежного управления. Но помимо данной структуры областной, как Вы говорите, да, существует еще ряд органов молодежного сомправления. Их насчитывается на сегодняшний день в регионе порядка 120. И так или иначе, в деятельности этих органов молодежного сомправления у нас задействовано молодежи более 2000 человек. То есть ребят, которые имеют социально активную жизненную позицию, которые хотят жить, работать именно на территории Архангельской области, которые готовы развивать Архангельскую область, действительно те люди, которые включены в процесс развития своих территорий. Надо говорить о том, что все, конечно, зависит от активности тех или иных ребят, которые входят в эти органы молодежного управления, в том числе и молодежного правительства. Вот как пример, один из, наверное, ярких таких примеров, если говорить о проблематике, у нас проблематика с вами, которая называет молодежь, это, конечно же, трудоустройство, это, конечно же, жилье. И очень активно этим вопросом занимались ребята в городе Архангельске. Есть молодежный совет Архангельска, который действительно поставил в себе амбициозные цели, задачи обеспечить, так скажем, возможность получения жилья молодым семьям, которые проживают на территории города Архангельска. И на протяжении достаточно продолжительного периода времени лоббировали интересы для того, чтобы увеличить ту программу, которая есть на территории города Архангельска. И в свое время она была увеличена аж в пять раз. Аж в три раза. И, соответственно, эта программа действует и позволила молодым семьям, проживающим на территории города Архангельска, закрепиться здесь, получить, так скажем, возможность компенсации стомости жилья, купить жилье и продолжать проживать на территории города Архангельска. Но, повторюсь, это все зависит от активности ребят, включенных в этот процесс. Мы понимаем, что на сегодняшний день задача молодежного правительства – это поддержка именно ребят активных, которые хотят проблабировать те или иные вопросы для комфортного проживания на своей территории. И задача именно молодежного правительства – сделать так, чтобы та коммуникация, которая выстраивается между молодыми активистами и органами власти, была действительно очень крепкой, успешной и позволяла, так скажем, реализовать свои инициативы. Очень, да, наверное, важно понимать, что в настоящее время в Архангельске, к сожалению, мы констатируем, да, тот факт, что очень большой уровень алкоголизации молодежи, да, и это тоже пагубно, так скажем, сказывается на том, что становится не очень комфортно, интересно жить на территории Архангельска, Архангельской области, да, и ребята уезжают в поиски себя применением где-то лучше. И вы знаете, что молодежное правительство Архангельской области на протяжении практически года-двух в его активную работу по внедрению нормативно-правых актов, да, по запрету продажи слабоалкогольных напитков. Мы все вместе с вами работали в этом направлении. Вы знаете, что Архангельская область – это первый субъект, который запретил продажу слабоалкогольных напитков, потому что мы понимаем, что именно, наверное, ранняя алкоголизация могла влиять на дальнейшую, так скажем, судьбу человека. Мы сейчас, уже готовясь к программе, провели опрос среди жителей Архангельска и попросили назвать причины, Евгения уже начала их обозначать, из-за которых молодежь покидает родовое гнездо. Давайте посмотрим причины, по которым молодежь уезжает из Архангельской области. На первом месте – это стремление жить в более комфортных условиях – 32%. Как раз то, что говорил Евгений об алкализации молодежи – это те комфортные условия, та среда, которая, в общем-то, наверное, не очень комфортная. Проблемы с трудоустройством – низкая заработная плата на втором месте, невостребованность, невозможность самореализации – 18%. Высокие цены на жилье, как ни странно, на данный момент – 14% на четвертом месте, неблагоприятная экологическая обстановка и всего 6%, у которых никогда не возникало желания уехать из Архангельской области. И у меня вопрос как раз к Юрию Маричу, как представителю уже Архангельска, молодежи Архангельска. Вот такой местный уровень власти всегда традиционно близок по отношению к людям, значит, к проблемам. Какие программы поддержки молодежи существуют? Как вы можете решить это? Как вы сможете создать комфортные условия в городе Архангельской молодежи? Очень много мы с ребятами, с разными ребятами, да, как бы общались на эту тему, и в рамках там форумов официальных, и как-то с глазу на глаз. То есть приводят очень странные примеры. Например, у нас закрываются предприятия. То есть закрылся там СЦБК. Ну, закрылся. А ты что, ты вот на нем работать собирался? Ты же не собирался на нем работать. Что, это твоя причина для того, чтобы уехать? То есть они, знаете, это какая-то такая всеобщая подверженность какому-то общему образу, стереотипу, что у нас здесь неблагоприятные какие-то условия созданы. То есть и вот это вот такое потребительское отношение, да, дайте мне все готовое, и я, соответственно, с этим потребительским отношением как бы уже буду решать, нравится, не нравится. Вот, мне кажется, что вот в этом... А что готовое? Ну, человек хочет ходить по красивым улицам, в красивом городе. Но при этом они умудряются парковать машины на газонах, например. Или они хотят хороших дорог, но при этом они не хотят платить налоги. А нет, а кто? Ну, в любой аудитории жителей, в любой аудитории проведите, это же миф. Есть три устойчивых мифа. Первое, то, что в Архангельскую область когда-то кто-то стремился приехать, это неправда, и исторически, если вы посмотрите, мы всегда убывали. Это здоровое, маскоцентризм, это вообще наша истинная ментальность, все ищут. Второе, это миф о том, что уезжают из Архангельска лучшие, это тоже миф на сегодня. Уезжают те, о ком Юра говорил, как раз о том, те, кто во многом не хотят думать о том, что здесь можно создавать комфортные условия. И третий миф, это хорошо там, где нас нет. То есть, почему-то считается, что в других городах гораздо лучше. Я в силу своей деятельности, в силу федеральной программы, ты предприниматель, достаточно много бываю в других региональных центрах. И поверьте мне, Архангельск, это не самое худшее место для жизни. Вы не были в Петропавловске-Камчатске, в Южно-Сахалинске, где единственная мечта людей на Сахалине, это уехать на Большую Землю. Вот там это может быть обосновано. Здесь 1200 километров, ну, в Тверь съездите, посмотрите, как оттуда люди бегут, в двух часах от Москвы, и какие там лица ходят на улице. Поэтому вот пока, и Ассоя Костяновна здесь согласен, что пока мы информированность не сделаем, что здесь жить можно, что все зависит от людей прежде всего, и на сегодня существует достаточно большой пакет мер поддержки, вот люди будут бежать. Когда будут такие вещи, вот как Лена, например, она же в курсе, о том, что здесь происходит, взяла и вернулась обратно. От нее можно какой-то комментарий, наверное. Может быть, просто, если уж меня спросили по поводу, какие программы, я тогда, можно, с вашего позволения, договорю, по поводу, какие программы. Почему-то самая-то главная наша программа «Молодежь Архангельска», она как раз направлена, наверное, на этих думающих людей, на тех, кто, очень хорошо сказано, лидеры изменений, на тех, кто хочет что-то поменять. Поэтому даже во многом сейчас на первый план выходит такое направление этой программы, как профориентация, где мы знакомимся с предприятиями, в том числе и на Красной Кузнице у нас ребята, школьники, мы отправляем ездили и на ряд других предприятий, Архэнерго. Сегодня сейчас школьники находятся на Соломбайском машиностроительном заводе, на соседних наших предприятиях, городах, в АЦБК, на Севмаш. То есть вот такие продерживаются мероприятия. Поддерживаются мероприятия по созданию органов молодежного самоправления, то, о чем говорил Женя. Поддерживаются клубы молодых семей, как такого института главной ячейки, потому что очень трудно каким-то образом вообще достучаться сегодня до родителей. То есть если у нас сегодня... Мы хотим, чтобы с одной стороны принимали решение сами ребята оставаться или нет, но мы понимаем, насколько важно мнение родителей. И родители часто говорят, что вы, какой Архангельск, мой ребенок будет учиться только в Московском или Питерском вузе. У нас, к сожалению, школы там даже во многом ориентированы, что этот класс будет учиться в Москве, этот в Петербурге, а этот класс будет учиться в Архангельске, этот класс в профтехе. Может быть, это сейчас тоже как бы все не подтверждено никакими цифрами, но это то, что сейчас витает в воздухе. И вот поэтому, наверное, самое главное – это мысль позитивно в этом направлении. Вторая программа – это непосредственно касается другой проблемы, связанной с жильем, обеспечением жильем молодых семей. Вот Женя тоже коротко сказал. Здесь конкретные цифры. Программа действует с 2008 года. 295 семей получили свидетельство на право улучшить жилищные условия. То есть это 35% от расчетной стоимости жилья. Это вполне достаточно хотя бы на первоначальный долг. А потребность? А потребность. На сегодняшний день состоит еще в очереди 135 семей. То есть, в принципе, меньше, чем… Сколько они стоят уже в очереди? Я думаю, что не так долго, потому что каждый год примерно 60 семей подает заявление в программу, и 65, например, по этому году получает. То есть очередь, я помню, несколько лет назад, она была 200 семей. Есть какие-то, конечно, требования, по которым они… Конечно, да. То есть действительно семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий. Там есть ряд критериев, которые это подтверждают. Но если семья соответствует, то я думаю, что дождаться социальной выплаты вполне реально. И это действительно действенный механизм. Может быть, его необходимо чем-то еще дополнять, да, потому что не только эта программа, она должна быть одна. Но вот на сегодняшний день у нас вот такие реальные, в принципе, достижения имеются. Это касаемо программ. Елена, да, скажешь несколько слов, почему же она все-таки уехала. Ну, во-первых, уехала я потому, что победила во всероссийском конкурсе Олимпиад высшей школы экономики, и меня автоматом зачислили в университет без экзаменов, как победителя по направлению государственно-муниципальное направление. То есть, соответственно, я решила себе попробовать, да, получить московское образование ведущего вуза страны. Вот, устроилась там на работу, работала, и вот спустя два года я принимаю решение с образованием, с опытом работы уже в Москве все-таки вернуться в Архангельск. По каким причинам? Во-первых, именно в Архангельске, да, сейчас происходят большие изменения на всех уровнях. То есть, не знаю, какой-то ветер перемен дует, мне кажется, и я решила проверить. Вот, вроде бы, все уезжают, да, в Москву и считают себя такими крутыми, такими независимыми, да, а мы здесь в Архангельске сидим и думаем, о, они уехали, они смогли пробиться, а кто вот, а ты вернись сюда, ты попробуй, попробуй свой потенциал, да, проверить себя, из какого теста ты сделал, сможешь ли ты тот опыт московский реализовать в Архангельске, помочь другим своим, например, товарищам, да, друзьям, помочь предприятиям, правительству своему помочь. Вот ты вернись и приедешь, реализуй свой опыт. Я решила проверить, я не знаю, что получится, как все пойдет. Вроде нормально сейчас идет, но... Сейчас, вы могли бы чуть рассказать о своей работе, вот где вы реализуете свой опыт, ну, просто же интересно, как вы. Я сейчас работаю, скажем так, в двух направлениях. Первое направление, я планирую открыть свое пиар-агентство, называется «Красный лебедь», как раз участвую в программе «Ты предприниматель». Программа дает очень широкие возможности, да, как раз вот один из этапов, где можно себя реализовать. И второе направление, я пресс-секретарь корпорации развития Архангельской области. Вот, то есть, в принципе, интересно попробовать пиар-опыт московский в Архангельске. То есть, я уже набила шишки определенные, и, в принципе, уже корректирую себя. Но это интересный опыт. То есть, вы уже работали в пиар-сфере? Это интересный опыт. Спасибо. Ну, вот у нас есть видео-вопросы, где ребята тоже, наверное, ищут себя, раз задают вопросы. Вы много ездите по региону. Как вы считаете, в каком районе области успешнее всего работает программа по поддержке молодежи? Трудоустройство, жилье, обеспечение садиками? Кто бы может ответить? Какого-то сравнительного анализа, где лучше, где больше, не делали мы. Но, выезжая в районы, всегда интересуемся, какие проблемы именно в дефиците кадров, именно в потребности в молодых кадрах, и какие возможности наше муниципальное образование готово предоставить. Вообще, сказать откровенно, каждое муниципальное образование, заинтересованное в том или ином специалисте, мы пока вот о специалистах говорим, старается помочь и найти выход, прежде всего, в предоставлении жилья. Каким образом это жилье приобретается? Где-то это приобретается квартира со статусом служебной, которая предоставляется там врачу, например, для того, чтобы он мог жить и работать, подразумевая дальнейшую возможность приватизации этого жилья. Где-то это участие через федеральные областные программы в строительстве социального жилья, которое просто дается молодому специалисту, безусловно, подразумевая какой-то определенный период работы в районе. Вопросы по обеспечению местами в дошкольных образовательных учреждениях я не думаю, что встают, потому что у нас везде есть приоритеты. Та или иная сфера, работая с образовательными организациями, находит возможность и договаривается. Поэтому для такого, чтобы молодая семья приехала с ребенком и не получили детский сад, наверное, я думаю, что такого у нас в принципе не в этом районе. Какой район на вас производит такое большее впечатление? Достаточно интересные меры соцподдержки есть в Котласском муниципальном районе. Они пошли по пути создания собственной нормативной базы и выделения средств на поддержку молодых специалистов, которые приезжают работать в бюджетной сфере. И это особенные такие вот льготы. Это денежная выплата на первичное обзаведение хозяйством. Это компенсация проезда к месту работы, потому что не все живут, допустим, в Котласе или где-то в поселениях находится рабочее место. Вот, наверное, такие. А вообще вот в каждом муниципальном образовании есть своя программа поддержки молодежи. И вообще надо сказать, что у нас же в целом есть отдельный областной закон, который регулирует вопросы содействия профориентации и трудоустройства молодежи. И ряд аспектов, которые в нем прописаны, они применяются и на все территории нашей области. Более того, у нас есть и областная комиссия, которая как раз занимается вопросами профориентации и содействия трудоустройства, которая вот как раз работает с муниципальными образованиями, обобщая их опыт и вот этот опыт потом проецируя на территорию всей области. Значит, это зависит все-таки больше и от местных властей, как решается, да, на местах? Да, заинтересованность специалистов, она прежде всего для местных властей, это, наверное, приоритет. А вот мы, наверное, сейчас и поговорим, раз начали тему трудоустройства, да, мы поговорим со Светланой Васильевной, ведущей консультантом отдела трудоустройства и специальных программ Министерства труда, занятости и социального развития. Вот скажите, есть ли статистика, сколько из общего числа безработных молодых людей, кто они? Да, конечно, такая статистика ведется органами службы занятости. На сегодняшний день, без цифрами не обойтись, к сожалению, в общей массе безработных граждан 40% составляют молодежь. И если посмотреть глубже немножко, кто обращается в Центр занятости, одна треть – это подростки, подростки, которые ищут работу свободное от учебы время. Поэтому вот здесь я совершенно согласна, большое внимание уделить надо вот этой проблеме, проблеме работы с подростками, их правильной профориентации. В этих целях проводится у нас ежегодная акция «Профессию выбираю нужную в северном крае», в нашем крае. В акциях этих участвуют не только сами подростки, мы стараемся привлечь и их родителей, показать те профессии, которые нам нужны на сегодняшний день, которые востребованы на рынке труда, чтобы подросток мог выбрать ту профессию, по которой он гарантированно сможет трудоустроиться. Несмотря на всю привлекательность профессии, скажем так, менеджера, гораздо нужнее на сегодняшний день рабочей профессии. Ведь 75% заявленных в акции – это рабочие профессии. Если говорить о выпускниках разного уровня образования, то процент их в доле безработных граждан невелик. Это 10% всего. И здесь надо отметить, что все-таки молодежь – это самая мобильная группа, о чем свидетельствуют факты по трудоустройству. Если посмотреть общий уровень течений, которые безработные состоят на учете, то это 5-6 месяцев. Молодежь – 4,3 месяца. То есть молодежь гораздо мобильнее. И продолжая нашу тему, я совершенно согласна с Ольгой Константиновной. Да, ну это традиционно молодежь всегда считала, надо посмотреть, где лучше. И если она уезжает, да, это ее право на реализацию своих желаний. Но самое главное для нас сделать – создать такие условия, чтобы молодежи хотелось вернуться. Пусть посмотрит мир, пусть накопит какой-то опыт, который может принести в наш северный регион, сказать нам, рассказать, что да, есть такие. И мы уже сможем реализовать какие-то направления. А такой творческой молодежи у нас сегодняшний день достаточно много. Если говорить о, значит, как я уже говорила, 75% – это рабочие профессии. Но какие профессии на сегодняшний день очень востребованы на рынке труда? Без этого наша дискуссия, она будет не совсем интересна. Первые среди, значит, специалистов и служащих – это врачи. Потребность всех муниципальных образований достаточно велика. Столько год, и все равно врачи. Да, да, вот это, к сожалению, наверное, та тема, на которой нам еще надо поработать. Надо поработать. А в чем вы видите информированность? Не информированная у нас молодежь, молодые специалисты? Нет, здесь я вижу еще вот какую проблему. Действительно, надо вести очень активную профориентацию. Получая профессию, предположим, врача, после окончания вуза человек не всегда готов прийти на эту должность, заняться этой работой. Потом, пожив в городе, да, вы знаете, что условия городские намного отличаются от сельских, вернуться в сельскую местность и заняться собственным бытом – это совсем другой уровень. Вот здесь нам, мы, начиная, наверное, с 20-х, даже с 17-го года, говорим о том, что надо приблизить село-городу. И вот как раз эта тема, она на сегодняшний день, она очень актуальна. И потом, наверное, я соглашусь, что многое зависит от молодежи, насколько будет ее активная позиция, даже в сельской местности. Можно развивать какую-то инфраструктуру, работать с интересом, и тогда условия будут комфортные. Ну вот, кстати, о медиках добавлю, да, я из семьи врачей. Мои папа и мама закончили Архангельский медицинский институт и распределились в Яринск. Ближе места не нашлось. Вот на карте, причем возможность остаться в городе была, мама Архангела Городка, распределились в Яринск. Всю жизнь прожили и отработали в Ленском районе. И когда я спрашиваю, вот у папы сейчас, он еще продолжает работать, говорю, папа, а не было желания вот вернуться в город? Он говорит, первые три года было тяжело. Жизнь в деревянном доме с печками, когда вода в ведрах на полу замерзала ночью, конечно, было тяжеловато. Но потом, вот сам коллектив больницы, особенности работы в районе, возможность для развития своего как врача. А у папы высшая категория уже давно, он ее подтверждает. И возможности уехать были, но не уехали. И я думаю, что таких примеров по коллегам родителей, по теме, я вот к чему, к системе распределения. Мы вернемся, да, мы еще вернемся к этой теме. У нас есть даже видео-вопросы, уже молодежь задумывается. Но я не думаю, что вы призываете всех мирить со спичкой и с водой, которая застывает. Я не думаю, что это, тем более, пример своих родителей. Все-таки 21 век, не хотелось бы, в общем, испытывать. Ну, наверное, есть в этом тоже свой жизненный опыт. Но я не думаю, что все готовы после меня до университета поокунуться. Это все-таки надо говорить, опять же, да, Светлана, я согласен. Я сам уже об этом говорил, все зависит от активности молодежи. Ну, неактивная я молодежь, ну и что, ну что ж такое, а? Ну, нет у меня этого в характере, ну вот не харизматичный я человек, ну не все ведь лидеры. Тогда все через историю успеха. Мы в своей программе очень много работаем именно через историю успеха. Когда мы показываем, что, например, в том же Котласе есть ребята, которые живут по качеству жизни, превосходят архангельских ребят, и московских в том числе. Мы показываем, как в районах можно хорошо и успешно жить. А вот мы сейчас у Николая Николаевича спросим, слово предоставим работодателю. Я как раз на этом хотел заострить внимание, что, ну, создают материальное благо все равно руки рабочие. И мы о них как-то все врачи, учителя, там, все хорошие. Я не возражаю, их надо поддерживать, потому что начинается все с учителя, ну, заканчивается врачом, к сожалению. Да, но создают материальное благо и для тех, и для других все равно рабочие. И как здесь уже начали говорить, что не все лидеры. Вот он отличный слесарь, отличный сварщик, да, но он не может выступить с трибуны, даже рассказать о себе или повести за ним. Он может показать, вот, как у Высоцкого, да, мне бы был, вот, я кого хочешь перекою, да. Вот, и таких людей ведь большинство, их примерно 90, даже больше процентов, те, которые, вот, он согласен там в три смены работать и показывать чудеса труда. Все программные дела нацелены. И действительно, не хуже зарубежья делать это все своими руками, но выступить или повести за собой он не может. Или презентовать себя как-то. Да, и рассказать о том, что он делает, он тоже не может. И вот я бы хотел, как бы, остановиться именно на этих ребятах, но, к сожалению, вот, ну, на сегодняшний день даже, вот, вот, директор, наверное, может быть и лучше скажет, но я скажу со своей точки зрения, как, как испортили систему профтехобразования. Ну, уже ежа скрестили, не получилось ни техника и ни рабочего. Значит, вопросы практики у ПТУ забрали, теорию, вопросы технику мы тоже забрали. И сегодня приходят они недоученные, ни как профессионалы по рабочим, и ни как техники, их нельзя использовать. Ну, про менеджеров я вообще молчу, потому что вообще непонятно, что готовят в высшем образовании. Приходят никто, кто руководитель, где можешь работать. Ну, могу руководить, чем? Ну, вот я пример привожу, пришли такие, да. Вот у меня корпусный цех, нужен мастер. Но для того, чтобы там руководить рабочими, надо разбираться в корпусных чертежах. Можешь разобраться в корпусном чертеже? Нам это не давали. Хорошо. Нужен мастер слесарно-механический. Токарно-слесарно-чертежи можешь считать? Нет. Экономику знаешь? Да. Рассчитай заработную плату. Нам это не говорили. Хорошо, бухгалтерия, проводки можешь сделать? Ну, к сожалению, тоже не могу. Тогда вот кого выпускают? Обман молодежи. Они все навыпускались менеджерами. А вы, называя, как бы есть. Какую потребность свою озвучиваете? Да, мы озвучиваем. Мы работаем и с центром занятости. Они направляют, правда, ну, кто есть, кто и направляет, да. Вот, приходится переучить. Мы переучим и СПТУ, которые приходят у нас с водных магистралей Орешкова тесной связи. Кстати, мы всех ребят берем на практику к себе. Там тоже проблемы есть. Но это проблемы как бы внутренние. Они всех, видимо, касаются. И вот идет пропаганда. Я скажу, что телевидение, ведь оно тоже на сегодняшний день играет очень большую роль. Газеты читают не многие, а телевидение все равно смотрят. Где пропаганда рабочего человека? Где пропаганда рабочего? Его же нигде нет. Если взять, ну, в советское время сейчас все ругают. Ну, смотрите, фильм «Девчата» рассказывает о лесорубах. Там про любовь, но там про лесорубов. Там тоже бригада, которая творчески подходит, как валить, как вывезти лес. Возьмите «Высота», там про монтажников. Да любой фильм возьмите. Там связана как бы и любовь, и профессия, агитация к профессии. Инженерный труд показан. Как, ну, будем говорить, не совсем хороших или пьющих, как вот здесь начинали говорить людей, которые там выпивали, дебоширили, их выводят в передвиг. Заставляют думать, заставляют учиться профессии. Это очень важно. Ну, вот у нас, я вам скажу, что создан Совет молодых специалистов на заводе. Два раза в месяц у нас организованы, значит, экскурсии на завод, на Красную Кузницу, и автобус 30 человек, значит, с помощью музея приезжают на экскурсию, посмотреть, что такое сегодня Красная Кузница. Это нормальный работающий коллектив. Сегодня туда завозится передовое в мире, я не говорю в Архангельске, в мире оборудование, которое они многие видели, и даже специалисты. И это, вот если первый станок, который у нас пришел, первые люди, которые на нем работали, это, ну, японцы и обученные северодвинска люди в Японии, да, то сегодня уже работают полностью в три смены все архангелогородцы. Молодые ребята, которые обучились и стали на нем работать. Николай Николаевич, а Вы можете сейчас озвучить, вот какие сейчас на первом месте специальности, которые Вам требуются? Ну, нам требуются электросварщики, сборщики, слесаря, дизелисты по ремонту дизелей. Очень востребованы, потому что многие вещи, и с иностранными, кстати, вот дизелями надо их делать. А где получить эту профессию? Вы можете обучить или все-таки надо где-то предварительно учиться? Нет, мы их обучают, вот у нас Орешкова я уже назвал, там обучают сварщикам, сборщикам. А если прийти прямо к Вам, вот приходят, молодые люди, говорят, в процессе, можно, да? В процессе тоже можно обучиться. Потому что у многих, может быть, есть вот этот барьер, что надо куда-то поступать, учиться. Уже может это, там, людям по 30 лет, а чтобы вот просто прийти и получить профессию? Ну, отвечая на Ваш вопрос, вот люди, которые у нас поработали на сегодняшний день, в этом году только, мы направили 5 человек во ВТУЗ, это в Северодвинске, да, учиться и слесарным специальностям, то есть выйдут механики и выйдут корпусники. Значит, я хочу сказать, что вот та система, завод ВТУЗ, она в Северодвинске работает, таких осталось 7 всего в стране, да, они работают очень хорошо. То есть они полгода работают, полгода учатся, или когда работают, тогда вечером ездят учиться, или на заочной системе обучения. То есть он своими руками уже эту профессию потрогал, и те знания, которые в институте получают, он приносит в тот же коллектив, где работают. Вот эта бригадная форма организации труда, она помогает молодым людям встать на ноги, быстрее освоить эту профессию, и они как-то дисциплинируют это все. Кстати, надо сказать, мы сегодня, очень мало у нас уходит людей с предприятия. Нет текучки. Ну, текучка есть всегда, кто-то выпил лишнего, значит, мы так очищаем это все, это все равно процесс, он идет. И также набираем людей, но молодые люди, вот по собственной инициативе, фактически не уходят, кроме в армию. А уровень зарплат, можно сказать, что я тоже хотел сказать? У нас средняя зарплата 38 тысяч рублей, средняя зарплата. И ребята, которые приходят, вот только начинают в профессии, после окончания ПТУ, мы устанавливаем там как реабилитационный срок, когда мы до среднего заработка их доплачиваем. То есть не все могут выполнить нормы выработки, поэтому мы доплачиваем до 100% им, чтобы их как-то поддержать. Ну и самый, наверное, главный вопрос, мы тоже проводили такое исследование у себя, почему же люди не идут к нам, а куда-то едут. Это на первых порах. Вот, всех больше интересует жилье. То есть возможность, сегодня Солумбола, это немножко не архангельское, я бы даже так сказал. Это вот рабочая сторона, которая живет особо, там особый уклад. И вот гордость, я просто приведу пример, что это гордость, действительно, что мать говорит о сыне, что сын у нее один ходит в море. Да, неважно, там, не все ведь говорят, там, капитан, у нее один капитан на судне, а все остальные, значит, работают так, как работают. Не важно, кем он ходит на этом судне, но он моряк, она с гордостью это говорит. А про второго она говорит, он судоремонтник, он работает на красной кузнице. И это тоже с гордостью говорится. Это традиционное, оно в крови. Да, это традиционно в крови. И вот они-то живут в этих вот, значит, домах деревянных, там, по нескольку семей в одном доме. Понятно, что многие уезжают, чтобы заработать деньги и вот купить хотя бы это жилье. Сегодня не под силу по тем ценам купить. И нам с помощью мэрии выделено 3,5 гектара, сразу с Кузнического моста, как спускаетесь, вот эта территория, 3,5 гектара, выделено нам под строительство жилья для работников красной кузницы. Ну, буквально там 300 метров до завода. Как было именно для общегося работника. Мы решаем несколько проблем. Это жилье даем нашим работникам, там будет детский сад и транспортная система. То есть нам не надо во вторую, третью смену думать, откуда привезти людей, они все будут жить здесь. Здесь порядка тысячи квартир будут построены, ну, в течение там 5 лет, не сразу, да. Мы уже фактически все документы там оформили. Сейчас, в следующем году начнется забивание первой сваи. Вот очередь у нас тоже такая есть. И мы вот эту проблему решаем. Но задача-то наша стоит еще в том, чтобы стоимость этого жилья была, ну, могли рабочие наши оплатить покупку. Потому что по-другому государство, к сожалению, нам не дает возможности выделить жилье нашим работникам, как бы как было в советское время. Вот такая программа есть в ВСК. И Звездочка, и Севмаш этим это делают. Строят жилье, ну, как бы на долевом участии. А проценты по ипотеке платят предприятия. Тем самым закрепляя людей на предприятии. Хотела бы продолжить эту тему. Вот, наверное, самые востребованные кадры на сегодняшний день, среди рабочих профессий, это как раз в сфере судостроения. Наши сферы. Да, судостроения, которые требуются. Также высокая потребность идет у нас и Севмаши, и Звездочки. Но какая проблема здесь возникает? Вот я вчера, готовясь к нашей встрече, посмотрела, опять же, к статистике вернемся. Молодежь — это разная группа, мы, как говорим, с 14 до 30 лет. Среди безработных самая большая группа — это 25-29 лет. Следующая группа, которая 38% — 20-24 года. Ну и здесь я вижу, в чем проблема оттока кадров, оттока специалистов. Очень большая востребованность, как я уже сказала, специалистов в сфере судоремонта. Это и Санкт-Петербург, это и Дальний Восток. Поэтому, узнав, молодежь у нас на сегодняшний день очень информирована. У нас есть база «Труд всем», это очень широкая база, где можно посмотреть любой регион, инфраструктуру, уровень зарплаты. И посмотрев такое, договорившись с работодателем, они едут искать себя в тот регион, где есть эта потребность. Это вот одна проблема. Вторая проблема, я совершенно соглашусь, это проблема некой дисбаланса. Требуются на предприятия специалисты, сварщики, газоэлектросварщики, третий, четвертый разряд. Выпускаемые специалисты с училища, бывает и второй, да, и третий разряд. Уровень подготовки. То есть уровень подготовки, он достаточно низкий. Потребность в кадрах более высокая. Новые технологии приходят, оборудование, которое, конечно, диктует новые условия к специалистам. Давайте мы посмотрим видео-вопрос, может быть, он немножко нас развернет в другую сторону. Мои родители после института пошли работать по распределению, а мне придется искать работу самой. Быть может, вернуть распределение? Кто будет отвечать, может быть, краткое мнение, вот все-таки вернуть или нет. Николай Николаевич, как вы смотрите на это? Там Алексей Павлович поддержит. Я, конечно, приехал на производство после армии, сам приехал. Но те, вот смотрите, взять, к примеру, Северодвинс, звездочку Севмаш. Они даже, я считаю, что интеллектуально выше, чем Архангельск. Как бы не обижались на меня архангелогородцы. Почему? Потому что там сосредоточены были специалисты со всего Советского Союза. Там сосредоточена была школа по сварке, допустим, Ленинградская, Нижегородская, Киевская, Патона, Николаевская, Томская. Это только в одном направлении. Вот столько было школ в Советском Союзе, и они все специалисты туда приезжали. Потом приезжали отовсюду. И редко кто уезжал. Вот, если честно говорить, отработав там три года, редко кто уезжал. Остаются там как бы навсегда, связав свою судьбу. И я считаю, что в этом ничего плохого-то нет. А это возможно в нынешних условиях? Ну, как я... Премьер говорит, что нет, но он сам как бы... Нет ничего невозможного. Как мы говорим, да, было бы... Было бы желание, даже было бы желание... А тактильности даже, может быть, руководители. Да, от руководителей вузов я считаю, что это было бы возможно. И молодому человеку или девушке было бы, наверное, интереснее. Да в те же деревни. Приезжали молодые специалисты или специалистки и оставались там навсегда, потому что они выходили там замуж или женились. И все, и специалист был, и семья создавалась, и все. Давайте мы... Спасибо большое Алексею Павловичу. Дадим как представителю уже образовательной сферы. Каким образом вот система среднего профессионального образования получает информацию о том, какие профессии востребованы сегодня на рынке труда? Так, ну, Лицотехнический колледж императора Петра Первого входит в состав Северо-Арктического федерального университета. То есть мы подчиняемся непосредственно Министерству образования Российской Федерации и, конечно же, всю нормативную базу отслеживаем, различные какие-то рекомендации. В частности, я захватил с собой несколько документов. Правительство Российской Федерации от 3 марта распоряжение 2015 года. Есть такая программа 2015-2020 года по комплексу мер, направленных на совершенство системы среднего профессионального образования. В рамках этого распоряжения уже вышел свежий документ от 2 ноября 2015 года об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. По всей России? Да, это федеральный документ, естественно, подписан министром Топилиным. Естественно, мы отслеживаем эти, сейчас очень усиленно работаем над этим списком 50 наиболее востребованных специальностей. И, конечно же, мы будем учитывать это в своей работе в дальнейшем. На 2017-2018 учебный год мы будем запрашивать контрольные цифры приема. Естественно, мы будем учитывать этот перечень рабочих профессий. Обращаясь к абитуриентам, естественно, можно это все посмотреть. Еще раз напоминаю, 2 ноября 2015 года, приказ номер 831, посмотреть, какие на сегодняшний день у нас актуальны рабочие профессии. Как колледж непосредственно работает. Естественно, мы звоним по предприятиям, посещаем предприятия, работаем с предприятиями, выезжаем в область. Архангельской области. Архангельской области пытаемся отслеживать, что на сегодняшний день сейчас актуально. Работаем. У нас очень хорошая, хорошо поставленная профориентационная работа. Естественно, мы работаем со школами, с будущими абитуриентами, с учащимися школами. У нас за каждым преподавателем в колледже закреплена определенная школа. Мы выезжаем в область, в отличие, может быть, от многих других учебных заведений. Мы тратим, естественно, деньги, не задумываясь на то, чтобы вести профориентационную работу. Это очень важно. А вот если ответить на этот вопрос, как Вы считаете, это возможно вернуть систему распределения? Ну, конечно, разговоры такие всегда идут. И нужно ли это все-таки? Всегда идут. Ну, в общем-то, в условиях рыночных отношений, я думаю, что мы сами получаем от предприятий какие-то заказы. Допустим, там уже те или иные специалисты нам звонят, говорят, то есть поближе вот к мае уже, когда выпуск идет. Но это не в системе. Это не в системе, но тем не менее, то есть предприятия, у нас есть ряд партнерских предприятий, предприятия, с которыми мы сотрудничаем только на уровне практик. Но тем не менее, о нас знают, нам сообщают. Это Ваши личные, что называется, отношения? Личная связь, личные отношения, конечно, мы это учитываем. А вот Вы отслеживаете судьбы своих выпускников? Мы, безусловно, отслеживаем статистически, потому что мы неизбежно всегда статистику подаем и в министерство, и, естественно, у нас по САФУ такая информация собирается. Для чего это мы делаем? Конечно, мы это делаем для того, чтобы отслеживать, ну, скажем так, степень востребованности тех специальностей, которые мы даем. Вот сейчас очень хорошо у нас востребованы строительство дорог, естественно, наши механики, эти ребята все трудоустраиваются. Автомобильное хозяйство у нас, техническое обслуживание, ремонт автомобильного транспорта. Транспорт есть везде, поэтому здесь ребята трудоустраиваются. Очень хорошо трудоустраиваются электрики у нас, техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования. Есть некоторые сложности с лесным направлением, наши лесные специальности, но это в целом уже проблемы лесопромышленного комплекса Архангельской области. И здесь мы, конечно, должны уже на уровне правительства как-то поднимать отрасль, какие-то, не знаю, там, субсидии, какие-то преференции бизнесу. Наверное, очень крупного бизнеса уже больше, может быть, и не появится, но мелкий и средний бизнес развивать в лесопромышленном комплексе просто однозначно надо. Это наш регион, мы этим живем. И ведь ваши выпускники, несмотря на то, что у вас государственное, федеральное значение, техникум от колледжа, однако же ведь устраиваются это здесь, в области, или уезжают все-таки? В основном, конечно, трудоустройство, это город, область, но есть ребята и уезжают и в другие регионы. Остаются очень, очень много еще ребят остается на контракты в вооруженную силу. Ну вот все-таки о теме распределения. Да, Евгений, пожалуйста. Может быть, не совсем на эту тему хотел бы ответить, но просто Николай Николаевич начал говорить о рабочих специальностях, это действительно очень важно и нужно, чтобы молодежь у нас пополняла кадровые резервы, так скажем, больших предприятий. Но мы с вами как-то так очень сместились и забыли, опять же, о субъектах МСП, то есть малое и среднее предпринимательство, то, о чем говорит и уровень федерации, то, на чем сегодня акцентирует свое внимание и областная, и городская власть, потому что действительно те ребята с активной, не с активной жизненной позицией, но которые хотят чего-то менять, готовы сами, так скажем, реализовывать себя, могут действительно создать предприятия, потому что ниши в Архангельске, Архангельской области, это, наверное, наш плюс. Достаточно много, которые еще не заполнены. И в настоящее время, в настоящее время, да, не так давно прошла акселерационная программа, которая организовывалась в корпорации развития Архангельской области, и федеральные институты развития, да, которые приехали сюда, поддержали порядка 10-12 проектов, таких достаточно инновационных проектов, да, молодых наших активистов, то есть ребят, которые, в принципе, на протяжении двух месяцев обучились дополнительно, не высшее какое-то учебное заведение, там они, да, проходили, а дополнительно с ними работали эксперты, и очень много проектов в эти направления, да, то есть различные программные приложения были предложены, и ряд федеральных институтов развития, повторюсь, заинтересовались и готовы вкладывать сюда, в Архангельскую область, в наших ребят, для того, чтобы они могли здесь, на территории Архангельской области развивать свои инициативы. Это тоже очень важно, да, и я относительно активности, когда говорил, я не говорю о том, что это всегда социальная какая-то активность, это активность человека, да, двигать себя и развиваться, да, будь то рабочая специальность, будь то просто, так скажем, инициативный человек, ну, или любой молодой житель. Очень много примеров у нас и в Устьянском районе, где активно ребята, да, развивают малое и среднее предпринимательство, открывают некие свои объекты и, так скажем, проживают свою жизнь на территории вот района. Есть положительные примеры в Онеге, вот, опять же, отвечая на ваш, может, вопрос, где у нас, да, реализуются и помогают власти, да, Вельск, Котлас, то есть такие примеры есть, да, их действительно надо популяризировать, но это ни в коем образе не говорит о том, что не надо заниматься популяризацией рабочей специальности, тоже очень важно и нужно. Вот это просто некий комментарий. Да, то есть, видите, минутку, вот сейчас система образования, не обязательно, что они идут на производство, да, что вот они идут к Николаю Николаевичу, он будет им платить достойную заработную плату и, в общем, все хорошо, а ведь и для малого, среднего бизнеса, как вы сказали, особенно в лесной отрасли. На самом деле, сейчас вот пришла, ведь у нас состоялся конкурс, и теперь у нас есть общественные представители агентства стратегических инициатив в регионе, да, такая федеральная структура, которая курирует, например, проведение чемпионата мира, по-моему, да, WorkSkills, называется, среди рабочих специальностей. На сегодня эта тема будет очень активно прокачиваться, она как раз, вот то, о чем Николай Николаевич говорил, о популяризации в неких новых формах, именно рабочих специальностей, да, есть чемпионат мира по рабочим специальностям на сегодня, это там слесарь, это, не знаю, там, Санцукарь. Николай Николаевич, вы не знали об этом. Почему? У нас, конечно, у вас участвуют? У вас участвуют? Звучит занял третье место по Северо-Западу, поэтому мы все это знаем, отслеживаем, да. На сегодня, да, вопрос больше в информированности, потому что, еще раз, инструментов очень много. Какие ниши? Вот вы сказали, что ниш много. Можно сказать, вот сейчас кто-то нас вот смотрит, вот, скажем, условно говоря, это человек 30 лет, и он не то чтобы сильно активный, но в принципе способный, но он не очень понимает. И он умеет, да, у него в руках есть дело. Он готов, он не, как это сейчас говорят, не пьющий. Вот что он может? И он, может быть, еще не готов, хотя тоже очень хорошо идти. И он хочет что-то поискать. На рабочей профессии он, может, не способен, не готов или как-то. Ну, вот что можно сделать? Здесь как раз, вот смотрите, на самом деле, вариантов… То есть, вот реально, не проект, а… Да, я понимаю, вариантов очень много, и мы здесь, вот, с Николаем Николаевичем, он еще одну такую тему не затронул до конца, что у нас ведь, и Слава Васильевна тоже отмечала, у нас идет автоматизация очень активных предприятий. Идет… То есть, сокращение? …японское оборудование. Да, да. Да, нет, ну, смотрите, я по статистике не могу точно сказать, но вот 25-й лесозавод провел модернизацию, работало 200 человек, стало работать на линии 20 человек. Остальные, это проблема моногородов и вот таких монотерриторий, например, как в Салонбул, она тоже у нас такая монотерритория, скажем так, да, люди там рождаются, они там живут, они хотят там работать. И они там семьи создают, вот эта островная у них такая психология присутствует. И здесь вопрос, самый простой способ – это самозанятость. У тебя есть специальность, у тебя есть в руках специальность, и ты можешь ее реализовывать. У нас есть примеры, когда вот моряки, например, один из выпускников нашей программы, Минин, Дима, по-моему, да, он ходит в море, а параллельно у него создана мастерская по изготовлению ключей, да, то есть он, когда они в море, он здесь сидит и делает ключики. Когда он в море, у него наемные сотрудники, у него уже сеть мастерских по изготовлению ключей, это самозанятость. Когда начинают на всех уровнях говорить о том, что главное – это развитие инноватики, и нужно от всех требовать создания инновационных продуктов, чтобы все были изобретателями, высокоориентабельными. Я всегда говорю, что вот есть у нас инноватик, да, там Юля Фомичева с мотобуксировщиками «Помор», которая у нас в прошлом году стала молодым предпринимателем России именно в инновационной сфере, да, патент есть, все, инновация. Но скажите, пожалуйста, как она будет жить в городе Архангельске, если она заработала хорошо, она заработала хорошие деньги, она должна их здесь тратить элементарно, да, у нее должен быть там хороший парикмахер, у нее должна быть там хороший ремонт машин, у нее должно быть изготовление ключей под боком, да, у нее должен быть там каток, еще что-то, фитнес-центр, да, она, поэтому, когда говорят, что всех загоняем виноватику, мы не согласны, и у нас разброс очень большой. Это и самозанятость, когда ты своими руками, своим ремеслом зарабатываешь, и мы научим, как делать, мы дополним те компетенции, которых не хватает. Это и создание бизнеса инновационного, и это различные сервисные сферы. На сегодня у нас во всех сферах, во всех без исключения, повторюсь, совершенно такая малоконкурентная борьба происходит, потому что хороших сервисных организаций, мини-производств, хороших сервисов, их не хватает жутко, в том числе и в Архангельске. Поэтому сфер достаточно много, и вот наша программа, и проблема-то на самом деле, опять же, и инструментов очень много, и ресурсов у государства очень много. Но почему-то у нас принято только ругать, а когда мы говорим, что на сегодня, например, нам бюджет федеральный увеличили в 2,5 раза по программе, было 5 миллионов, стало 12. Ну, извините, у нас и мы сумели реализовать информационную политику таким образом, что у нас в этом году зарегистрировалось на образовательный проект профессии предпринимателей, да, где мы учим как раз ребят не только с экономическими специальностями, и рабочих ребят, которые по сменам где-то трудятся, и работающую молодежь, там в Северодвинске очень много людей ездит. И онлайн мы закрываем всю область. 1200 заявок у нас на образовательный проект только, 1200. Работать нужно с информированностью, не кивать только на государство о том, что кому-то кто-то что-то должен. Есть учебное заведение, есть предприятие, на мой взгляд, это задача предприятия и вуза выстраивать взаимоотношения. А задача государства, это не класть асфальт там, где какие-то ростки произрастают, а не поливать это удобрениями и говорить, берите, берите. Потому что на сегодня, посмотрите, я являюсь членом комиссии по распределению субсидий на начало собственного дела. Практика-то и статистика ужасная. В Санкт-Петербурге уже отказались от этой практики, когда напрямую дают деньги. Люди воспринимают это как подарок, они закладывают это в выручку, как доход, и считают, что им кто-то что-то должен. Там эффективность нулевая. Вот в Санкт-Петербурге они отказались, потому что на 50% мы встречались с министром экономического развития, у них там департамент, комитет, по-моему, профиль называется, да. Он говорит, 50% в никуда этих средств, 25% мошенники. Это люди, которые на этом конкретно делают бизнес. Деньги есть, их просто нужно перераспределять на более эффективные меры поддержки. Вот и всё. Действительно, вот сейчас прозвучало очень много мер поддержки, которые существуют, да, что вот нужно там и рабочие специальности востребованы. Но нужно также понимать, что отток связан с тем, что люди хотят, как сказали, в комфортной среде. Ведь это не только квартиры, это не только дороги, это и, например, культурная составляющая тоже надо развивать в Архангельске. Например, создавать арт-пространство, да, создавать такие красивые улицы, по которым приятно ходить, смотреть на дома, любоваться. Здесь уже создавать, это хорошо сказано. Чья задача? Это создавать улицы. Я думаю, что это задача и области, и города вместе, потому что... Людей она задача. И задача ещё и людей. И хотелось ещё сказать про молодёжь, что вот я подумала, сколько всего создано, да, но молодёжь не пользуется этим. Она вообще спит. Я думаю, что пора проснуться и вообще брать на себя ответственность за свою жизнь, а не перекладывать её на государство, на бизнес и ещё на кого-то. Да, хорошо. Где-то они спят через нас. Комментарий, наверное, только тот, что всё в наших руках, всё вместе должно, да, никто-то должен, ни город, ни область, всё вместе, потому что мы здесь живём, это наша территория. Ну, каждому человеку хочется понимать, что о нём заботятся, что он войдёт в какой-то малый-средний бизнес, что ему будет поддержка. Мы здесь волей-неволей говорили больше о молодёжи, которая проживает в городах. И совершенно немножко смещу акцент о тех, кто проживает в сельской местности. Вот говорил сейчас Артём Владимирович о самозанятости. Мне бы хотелось, чтобы наша аудитория понимала, что такое самозанятость. Это ведение собственного дела в рамках правового поля, организация предпринимательской деятельности в виде юридического лица или индивидуального предпринимателя. И говоря о мерах какой-то материальной поддержки, я считаю, что здесь должен быть очень взвешенный подход. К чему я? Молодые люди, которые проживают в сельской местности, это один из основных векторов, я считаю, развития сельской местности. Это организация собственного дела, организация крестьянского фермерского хозяйства. Вот в этом направлении служба очень много занятости делает. Более 10 лет у нас есть программа содействия самозанятости. И акцент мы делаем именно на сельской местности, на тех, кто проживает в сельской местности, создание фермерских хозяйств, создание семейных предприятий, которые живут на селе. Это и не только выращивание, это переработка и другие направления деятельности. Вот здесь я считаю, что мы говорим о красивом городе, о улицах, о некой инфраструктуре. Но если мы поддержим вот таких детей, я говорю, извините, молодежь, которые проживают в сельской местности, и окажем им помощь, вот именно на уровне власти здесь, я считаю, должна быть помощь, то будут развиваться и силы. Да, но вы согласитесь, наверное, что Архангельская область – это такая большая арктическая территория наша, да, с очень особой спецификой. Зона рискованного взрыва. Правильно, да, здесь, и не секрет, и не для кого, что специфика нашего севера такова, что производством здесь невыгодно заниматься. Почему? Высокие тарифы. Нет, ну давайте, вот это опять же мифы. Что такое, давайте так, что такое тариф? Вот самый популярный миф у нас, что у нас высокие цены на электричество. Давайте посмотрим, вот производственники, если не согласятся со мной, давайте посмотрим в структуре себестоимости, например, любого производственного предприятия, сколько занимает доля электроэнергии. Но не более там, давайте энергоемкие, не более 10%, а обычно 3-5% от себестоимости. То есть вот это колебание в цене на электричество, которое, возможно, присутствует там в Архангельской области, а в Приморском районе оно уже ниже, да, стоимость, оно не может существенно влиять на себестоимость нашей продукции в данном случае. Да, есть нюансы, но нужно понимать, что вот вы же сами сказали, что у нас специфика территории. Знаете, какая у нас специфика территории? Вот сегодня середина декабря, а на улице у нас плюсовая температура. А люди почему-то до сих пор считают, что мы живем в каких-то экстремальных условиях. Мы живем в таких же точно условиях, как живут люди в Москве зачастую, в Сочи бывают холоднее, чем у нас. Поэтому говорить о том, что у нас экстремальные условия здесь, ну, по меньшей мере уже наивно, по крайней мере в этом десятилетии. Я вам больше скажу, у нас статистика сейчас такова, что вот таких, как Елена, людей, возвращаются люди, там, Саша Воронин, который здесь делает бизнес, приехал из Москвы и вернулся. Фомичева, которую упоминали, она жила в Москве очень долго, она там училась, она вернулась сюда. Но это пока все-таки единичные истории, такие яркие истории, но они есть, я согласна. А статистика есть у кого-нибудь, кто возвращается, сколько? Кто уезжает, есть статистика, а возвращаться, наверное, сложнее, да? Скоро, наверное, уже начнем. А вот у вас на слайде, на первом, да, вернулись, да, по-моему? Было, да. Там сальто-то есть, в общем-то. Да, молодежь имеется в виду, там общая цифра. Сейчас это же не проблема Архангельской области, это мировая проблема. Люди космополитичны, на сегодня мир открыт весь. И некоторые, я знаю, некоторых наших ребят, которые здесь зарегистрированы, платят здесь налоги, а проживают, например, не знаю, там, на Бали, работают в Москве. Да, единственное, наверное, чего бы нам не хотело, чтобы люди, даже кто в поисках себя уезжавшие, говорили, что я отсюда уезжаю, потому что здесь депрессивный регион, так далее, да? Здесь просто должны объективный выбор предоставить людям, чтобы они понимали просто, как есть возможность есть везде. Не упрекать людей, что они едут, они могут ехать. Вот как раз об этом сейчас наш будет следующий вопрос. У меня вопрос ко всем участникам круглого стола. Можно ли назвать патриотом того человека, который уезжает из своего региона? Спасибо. Итак, вот вопрос прозвучал от студента университета, вероятно, студента САФУ, Архангела Городца, а может быть, человек приехал сюда поступать. Вот он тоже, наверное, размышляет на тему патриотизма. Кого же можно назвать патриотом? Можно назвать? Нельзя человека, который уезжает. Как вы считаете? Можно я здесь тогда прокомментирую? На мой взгляд, человек может жить, где хочет, но отзываться о своем родном доме, о своем регионе, о своем городе он должен исключительно в положительных тонах. Если он действительно любит и не говорит, что здесь все закрылось, все вырубили, делать там нечего. То есть у нас вот это, наверное, самое главное. Мы возвращаемся к тому, что правильный образ мышления. Где ты живешь, ну, это в силу разных причин. У кого-то родственники, у кого-то работа, у кого-то учеба. Это все нормально, человек волен выбирать. Но отзываться должен исключительно в положительных тонах. Это такой, по-моему, вообще минимальный уровень патриотизма, когда ты... И мы это в наших ребятах воспитываем очень много, и сами стараемся так делать. Когда мы работаем в других регионах, там, в Москве, я всегда говорю, что я Архангел, Огородец, я из Архангельской области. Я говорю, где это? Что не надо путать с Астраханской. И в гости приглашать. Да, и в гости приглашать. Мы показываем, что здесь мы работаем, например, это наш вклад такой, что мы работаем иногда на порядок лучше, чем наши московские коллеги зачастую. То, что наше региональное представительство стало в прошлом году лучшим в Российской Федерации. Мы в рейтинге номер 11, где 65 регионов по реализации программы. Это тоже наш уровень патриотизма. Когда я за границей нахожусь, я всегда с гордостью говорю, что я русский. Своим детям прививаю то же самое. С первого порта России мы вообще-то, честно говоря. Первый порт России. Здесь надо, наверное, тоже говорить о том, что действительно правильно коллеги говорят, о том, что ребята могут уезжать в разные регионы, но если немного пошире смотреть, хочется, чтобы действительно умы, которые с Архангельской, с других регионов, оставались именно в России и развивали Российскую Федерацию так немного пошире. Есть и малая Родина, есть и большая Родина, и, конечно же, любовь к малой или большой Родине должна быть. И очень важно, чтобы действительно мы с вами все вместе развивали как свой субъект, так и в целом всю страну. А вот, Алексей Павлович, студенты, у них есть такое, не знаю, что за патриотические чувства или настрой какой-то, любовь к малой Родине? Безусловно. Мы вот еще, когда ребята учатся в школах, мы проводим, когда недели специальности у себя, у нас по каждой специальности устраиваются конкурсы профмастерства, мы приглашаем ребят, школьников на наши эти мероприятия, то есть мы уже здесь начинаем профориентационную работу. Мы здесь уже их привлекаем к труду, то есть они сами могут... Именно вот здесь, на своем месте, да? Вот здесь, да, мы на нашем оборудовании, ребята пытаются что-то там попробовать, что-то сделать, естественно, подчеркиваем руководством заведующего лаборатории мастера. То есть мы стараемся привлекать ребят. Естественно, когда они учатся, мы тоже воспитываем в них это чувство, любовь к Родине. У нас есть свой музей, сейчас восстанавливаем музей колледжа. История колледжа тоже у нас с 1893 года, то есть мы одно из старейших учебных заведений Архангельской области. Таким образом, это, безусловно, влияет. То есть я так поняла, что, в принципе, каждый из вас не видит такого большого, ничего страшного такого сильно, да, такой трагедии, что люди уезжают. Это нормально для молодежи, искать себя. Главное, чтобы сознательно возвращались на свою Родину и вместе как-то преобразовывали ее, совершенствовали, да? Ведь у каждого из нас гораздо больше таких социальных связей, да, то есть приезжает человек, он практически один, да, и в дальнейшем-то в работе, когда ты работаешь на месте, ты потом сталкиваешься по работе, там, по каким-то другим своим делам, со знакомыми тебе людьми, тебе гораздо легче и удобнее здесь, мы здесь друг другу помогаем. А выезжая в другое место, это начинается все сначала, поэтому, мне кажется, сложнее. И в Москве, в частности, да, там потребительское отношение к человеку. То есть тебя можно заменить вот так вот, после тебя придет другое, нет незаменимых людей. В Архангельске такого не ощущается, здесь каждый человек ценен, и поэтому вот это надо ценить нам, кто здесь живет, и те, кто уехал, что здесь будут ценить ваш опыт, ваш результат и ваш самих как людей, как личность. Ну, главное, чтобы у нас к 2030 году, как говорит Архангельск Стат, не осталось на 250 тысяч человек меньше, проживающих в Архангельской области, это ужасно. Значит, будем жить более просторно и комфортно. И комфортно, да. На самом деле, молодежи есть в поле деятельности, то есть, увеличить рождаемость, и все будет нормально. Отъезд, он должен быть всегда осознанным, и вот это наша задача здесь работать и говорить человеку, зачем ты едешь? Там музеи, театры очень часто мне говорят, я говорю, хорошо, как часто ты здесь ходишь, здесь неинтересно, я говорю, какие-то, такие-то постановки, все пропустил, хорошо, зачем ты едешь? За большой зарплатой, сколько? 60 тысяч рублей, хорошо, сколько стоит недвижимость, столько. И после этого большинство людей начинает психовать, потому что ни у кого нет никакого желания заглядывать дальше, они просто считают, что там лучше. А еще вторая проблема, с которой надо бороться и которую надо победить, это то, что люди живут там с худшим качеством, и в Москве они живут с худшим качеством жизни, они страдают, бедные, несчастные. То есть, насчет поиска комфортных условий, это очень... Вопрос в том, что надо в них воспитывать смелость, признать, что они ошиблись, и что надо возвращаться. Вот так, как Лена это сделала, например. Нет, я не ошиблась, я вам скажу честно, я просто еще вернулась, у меня молодой человек здесь, у меня любовь, вот, вернулась. Это серьезно, я помню. Да. По поводу ошибок, я хотел бы сказать, что на сегодняшний день, вот это тоже миф о том, что уезжаем в Москву, в Санкт-Петербург поступать, на сегодняшний день возможности Северо-Арктического федерального университета, они же огромные. Ведь огромные средства уложены на закупку оборудования, у нас очень объемная, очень огромная материальная база. И вот Листтехнический колледж, мы же тоже входим в СОФУ, мы тоже пользуемся всеми теми лабораториями, которые на сегодняшний день есть в университете. Огромное количество направлений, огромный выбор, хорошие специалисты, я не знаю, что уезжать куда-то там, в Санкт-Петербург. Спасибо вам большое очень за искренние ответы, и напоследок одна такая небольшая видеозарисовка. Мы тоже обратились к Архангелу Городцу. Чтобы в Архангельской области было достойное будущее, нужно самому брать инициативу в свои руки, поскольку в маленьком городе себя можно реализовать, да, в большом городе можно затеряться. Если мы будем трудиться, и молодежь не будет уезжать из города, то у нашего города будет хорошее будущее, мы будем процветать и развиваться дальше. У Архангельска есть будущее, если молодежь будет оставаться в нашем районе, если будут предоставлены какие-то возможности для молодежи, собственно говоря. Все хотят, чтобы в Архангельске было достойное будущее. Я не исключение, больше позитива, извлекать плюсы из трудностей. Главное идти вперед в делах и в мыслях. Конечно, все хотят, чтобы будущее было достойным, правда? Ну, согласны. Согласны? Да, мы за. Я думаю, что все за. И для активных, и для молодых лидеров. Это те, кто лидерами не являются, не могут быть все лидеры. Здесь должно быть место, в котором живется, в общем-то, хорошо. Это твой дом, родной дом, в котором всегда хорошо. Дома всегда хорошо. И чтобы это было ощущение, что нам хорошо дома. Можно поехать, посмотреть, поучиться. И даже очень хорошо, что люди едут и смотрят мир. Кто-то остается неизбежно. Но лучше было тех, которые бы оставались или возвращались. Мы понимаем, что условия и создаются, их можно создать самим, если постараться. И, может, действительно не хватает где-то информации. Но все-таки приложить усилия, приложить свои чувства, разум, все вместе можно здесь, на родной земле. Мы благодарим участников за столь содержательный разговор. Сегодня мы с представителями власти образовательной сферы, с работодателями, с предпринимательским сообществом, с журналистами. Вот очень важные искали решения проблемы, которые, конечно же, актуальны для всего нашего арктического региона. Как задержать молодежь на земле на своей малой родине? Мы надеемся, что эти проблемы будут услышаны, и они превратятся в такие законодательные инициативы. Ну, а те, в свою очередь, преобразуются в нашу с вами жизнь. Мы заканчиваем наш эфир. Это была открытая площадка. Это совместный проект газеты «Правда Севера» и телеканала «ПС». До свидания. До свидания.